АЛЕКСАНДР КАБАРЛАХА АЛЕКСАНДР КАБАРЛАХА Бандаренко Наташа, две книги. АЛЕКСАНДР КАБАРЛАХА САМАТАНКА СВАМИ ДААСС, две книги. АЛЕКСАНДР КАБАРЛАХА Антон Луцик, две книги. АЛЕКСАНДР КАБАРЛАХА Журавлёв Гудгарь, одна книга. АЛЕКСАНДР КАБАРЛАХА Значит, может возникнуть вопрос. Предыдущие были две книги, сейчас одна. Значит, рейтинг идёт по баллам. Это значит, у нас есть три категории книг. Маха большие, такие как Бхагават Гита, Наука Самосознания, Прабхупада. Средние, такие как Ишапаниша, Жизнь в Происходе Жизни. И маленькие, такие как Совершенные Вопросы, Люки, Путешественные Дуи, Планеты. Поэтому, естественно, Маха большие книги идут больше баллов. Поэтому, если одна книга нам идёт больше баллов, Естественно, человек занимает более высокое место. Итак, шестьдесят шестое место. Сирица Александр. АЛЕКСАНДР Шестьдетое место. Бхима. Три книги. АЛЕКСАНДР Бхилла Манд Rashari Девейаси Чири книга. Брата Леонени Девейаси Пликни. Аф donner Светлана Пликни. Годоть любовь Пять книг. Ёлогавиш Нудас Восемь книг. ишарата Девейаси 28 ниг. Беламриза Девейаси 10 ниж. Курнаваси Девидаси, 5 дней. Лавитахридая Девидаси, 9 дней. Варава Юлия, 9 дней. Матаджи Аня, 12 дней. Коклова Татьяна, 10 дней. Серегина Инна, 9 дней. Красненко Галина, 8 дней. Олег Зверев, 8 дней. Елена Коруна, 5 дней. Волошин Роман, 5 дней. Володя Нагомечный, 5 дней. Сын Георупа Дарс, 19 дней. Сима Казанков, 11 дней. Макалила Девидаси, 30 дней. Иванин Вадим, 7 дней. Журавлёв Максим, 11 дней. Загайка Александр, 10 дней. Катя Прищепа, 15 дней. Саша Лебедь, 5 дней. Адвай Тачан Драгу, 5 дней. Лила Кадха, Деви Даси, 11 дней. Адвай Тачан Драгу, 8 дней. Жара Четвери Даси, 11 дней. Виталий Днеплазержинс, 34 дней. Лобус Татьяна, 9 дней. Александр Муркун, 34 дней. Свищев Александр, 21 дней. Абай Чаран Дас, 20 дней. Атряжий Анатолий, 21 дней. Бадра Вардена Дас, 13 дней. Морген Воля, 37 дней. Гоку Ланан Дадас, 20 дней. Александр Иванович, 10 дней. Гаврила Валена, 29. И дальше идут 20 мест. Это с 20-го начинает. Прямо Рас Дас, 24 дней. Арум Клишна Дас, 93 дней. Арчи Играха Дас, 56 дней. Прямо Роман Драгу, 15 дней. Евгений Новик, 53 дней. Прямо Шакти Майя Деридаси, 25 дней. Игучий Шакти Дас, 68 дней. Раджа Баси Бан Гу, 62 дней. Италий, 72 дней. Аржена Кришна Дас, 95 дней. Чай Горин Дадас, 101 книга. Арум Кришна Дас, 101 книга. Арум Кришна Дас, 90 дней. Итак, Игра Сотис, 1 предный, 1 10 мест. Мы будем награждать. Можно условить, свои овации. Итак, я буду зачитывать результат по каждой статье книг. Итак, на 10 месте предный, который распространил. 12 Мага Больших книг. Арум Кришна Дас, 76, средних книг. Арум Кришна Дас, 55,3 очка. Это Ярослав Пономарев. Арум Кришна Дас, 101 книг. Арум Кришна Дас, 101 книг. Игра Бхасами описывает в Митаре преданности о том, что преданное подобное окуло моментало в любви океанной преданности. Поэтому желаю Ярославу, чтобы... У Ярослава это первый марафон, которым он участвовал. Он месяц назад присоединился к нашему храму. Сейчас он в вашем домочаре. Мы пожелаем ему, чтобы он и дальше поблюдался в Митаре Санхиртоне и получал духовные реализации. Арум Кришна Дас, 101 книг. Арум Кришна Дас, 101 книг. Арум Кришна Дас, 101 книг. Следующий марафон получше подготовлюсь. Мне понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Начну с перспективы. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, девятое место. Предный распространял 33 мага большие книги, 25 средних книг. Он составил 58,25 очка. Это Виктор Топчеев. Виктор награждается почетной грамотой за девятое место. Также книга, которая называется «В чем сложность?». Эта книга описывает дневник Шута Киртидаса. Здесь описаны его поездки, его взаимоотношения, истории, связанные с Шилетроупадой. Мы подумали, что это самый лучший подарок именно в этот период, в марафон Шилетроупады. Я знаю, что Виктор любит очень читать книги. Он перечитывает много раз, много закладок. Поздравляю. Мне кажется, что эта книга будет ему очень-очень стабильна. И дали также очень красивый плакат Джагана. Это Виктор Топчеев. С начала 90-х годов, достаточно уже опытный, преданный, достаточно стабильный в духовной практике, в садыне. То есть он живет дома, работает на предприятиях. Повторяет 16 кругов, в течение долгого времени он участвует во всех марафонах Шилетроупады. И Кирюм Рабуин один из самых стабильных премий. Я хотел попросить его сказать несколько слов. Если бы не преданные, то никаких бы реализаций бы и не было. Я что-то вспомнил слова Энвардюна Сайма-Хаража. Он говорил, что никогда не будет такого дня, что мы в какой-то день будем делать что-то мистическое, такое необычное. Мы каждый день делаем одно и то же. Но только мы стараемся каждый день делать, чтобы это все было лучше и лучше и лучше. Но я постараюсь, благодаря милости преданным, не только Кривородских, а и всех, постараюсь, чтобы не только следующий марафон, а чтобы с каждым месяцем распространять больше книг. И трудности, которые мы испытываем при распространении книг, чтобы они способствовали выводке тех качеств характера, которые нам не достают, чтобы жить на Галоке в Дентаме. Спасибо всем приятно. Итак, восьмое место. Требен распространял 30 много больших книг. 35 средних книг. Он получал 59,025 очка. Я хотел сказать, что это необычно очень бедно. Я вообще удивляюсь, как ему это удалось. Бедно. Он в это время исполнял массу обязанностей. Он отвечал за всю организаторскую деятельность в Краме, за решение массы тысячи одного вопроса. Он также был в штабе, организовывал раздачу книг. Сбор информации и так далее. И тем не менее, он умудрился занять восьмое место. И это... Чудакшина. Чудакшина. Чудакшина награждается книга читания черитамиха. Малья Билла, по-моему, третьей. чтобы так же нам присоединился, как и гамма Господа Чейхани. Я хочу сказать несколько слов. Каша Кричина, поздравишь, с кем бы ты ни встречался, Галерий Малахришна пытался это делать. На самом деле, действительно так совпало, что я занимался координацией этого марафона. Ну я подумал, ну а что это за координатор, который сам приходит на санкетку? Поэтому надо, по всем показателям надо было это делать. Поэтому я попросил благословения у Кричина, помолился и попытался что-то внести в этот свой план. Это дело. Ну и, видимо, что-то получилось. Поэтому большое спасибо всем Кричина. Наиболее стабильных, преданных. Я хочу сказать, что у нас санхиртами сейчас. У нас в одном столб без остановки санхиртами. То есть в течение уже многих лет, я заприняюсь сказать, в каких лет, он продолжает распространять книги. И несмотря на то, что он живет дома, то есть он приказал, у него дома и так далее, он до недавнего времени поддерживал мать свою. То есть она была в болезненном состоянии. Тем не менее, он умудрялся распространять книги. В принципе, это основной метод его жизни. То есть правопад говорит, что те лекарства, которые живут за счет распространения книги, это был весь их не хрупкий санхирт. Поэтому давайте еще раз его поставим. Когда мы приехали санхиртами, мы увидели с Дова Праска и Проглогием, спрашивали, как вы участвовали в марафоне, какие новости. И самое интересное, что он рассказал, он говорит, что все это время я распространял книги, а моя мама постоянно готовила для меня. Я предлагал Кришне все и почитал Прасаду. И благодаря этому он мог тоже заниматься санхиртами, то есть у меня было на это время. И так интересно сложилось, что мама уже была пожилая, он ухаживал за ней, и она ушла в кита джиянти и выкадыш из этого мира. То есть это очень был приятный такой уход. И он говорит, так как она была преданной санхиртаной, она ушла в такой был приятный день, потому что она служила тому, кто занимается санхиртами непосредственно. Вот такие дают Господь благословения. Давайте поблагодарить за вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я знаю, что в России также было непросто принять участие в марафоне, потому что он сейчас отвечает за квартальную поджарь, и она была организована. Вы знаете, когда марафон все разъезжается, разбегается, а кто будет поддерживать, ему приходилось, как говорится, на двух лодках плыть. С одной стороны поддерживать поклонение Божеством, потому что на самом деле вся наша санхиртана обязана вдохновению, которое исходит от Господа. То есть реально Господь вдохновляет людей брать книги, Он вдохновляет нас нести книги. И когда божарит поклоняется Божеством, он молится о том, чтобы они вдохновляли приеду санхиртана и людей на улице брать книги. И таким образом это очень большое служение. И мало того, Расикарадж также умудрялся выходить на улицу, прилагать книги, распространять. Мы видим, что это очень хорошо удалось, поэтому поздравляем. Здесь плакат Джаганатки, чтобы Господь Джаганатк поселился в сердце Расикараджа. Это очень, кстати, необычное изображение. Я, когда где-то месяца три назад приехал, мы были летом в Крыму на санхиртане, и я зашел в домик в гору учителя, и увидел вот это изображение, там оригинал висит. Это ручная работа, и она в одном экземпляре. Но я был удивлен, когда я приехал с марафона, и увидел этот плакат уже распространяющийся. Я когда зашел, когда я встречал изображения в домике в гору, я всегда думал, жалел о том, что я только один, и, может быть, еще несколько человек имеют возможность созерцать это изображение, их бываться им. И я немножко сердце болел, о том, что другие не могут этого. И вот Господь так проявился таким образом. Поэтому пусть Господь Джаганат будет в сердце Арсикараджа. И также мы ему дарим книгу, которую написал Шеварам Магарадж, где описаны бриндаунские виллы Господа. Ши Сангиртана Яги Ки! Да! Али Кишна, хотел бы поблагодарить всех, кто помогал бредным Сангиртанам участвовать в этой Яге. И хотел бы рассказать небольшую историю, которая произошла в день Арсикарджанти. Я вышел тогда на Сангиртану, и день такой был очень тяжелый. Был полоспекадыши, и в течение всего дня я распространял книги, и где-то часов в пять вечера у меня закончились все маленькие книжки, и остались только большие гиты и науки. И я уже не знал, что делать, как хоть одну книгу и гит распространить. И тут я замерз, зашел в магазинчик погреться, и мне звонит Гена, мы с Геной созванивались, чтобы отправлять друг друга. И он мне звонит, и узнает, ну как, сколько у тебя книг осталось? Я говорю, да вот, осталось три гиты и три науки, и уже пять часов вечера. И он тогда мне сказал, ну тогда я благословляю тебя, чтобы все книги забрали. И я ему говорю, ну тогда мне придется остаться здесь до тех пор, пока у меня их не заберут, то есть допоздна. Ну в общем, мы с ним поговорили. Я только вышел на улицу, и тут же в течение пять минут меня взяли две гиты и две науки. И я подумал, вот это да, благословение какое хорошее. И я ему звонил, и говорит, Гена, у меня осталось еще три книги, как было, две еще, чтобы и ты тоже забрали. Он такой, татастху. И я опять вышел на улицу, оставил человека, и он взял у меня сразу две. У меня уже книжки закончились, было там где-то часов шесть или пол седьмого. Надо было уже ехать домой, отдыхать. И у меня было такое состояние, мне не хотелось уезжать, и я думал, просто остаться, люди останавливаются и говорить им о Кришне, просто так без книжек. Вот. И я хотел сказать о том, что когда мы благословляем предных и помогаем им в этой миссии распространения книжек, мы помогаем этим предным. И я хотел попросить всех вас, чтобы вы помогали тем предным, которые участвуют и распространяют книжки. Олег. Олег. Так, еще. Результаты. 64 мага большие книги. 30 средних книг. 113,5 очка. Мандалешвари Дэвид Айси. Дэвид Айси. Аплодисменты. Спасибо. Это также одна из наиболее стабильных предназначенных в городе Крым-Мермун. Она также работает, ее семья, дети, работа. И тем не менее, она каждый год, тоже на протяжении многих лет, она признает причастие в марафоне. И также в течение года она распространяет книги. Поэтому мы очень благодарны вам, господи Жени. Алиби Вау! Я прошу прощения, я только приехала и только зашла, и вот только зашла, и вот сразу, понимаете, скоро она попала. Так что я речь не готовила вообще. Но я вам что хочу сказать, что из всех замечательных служений, которые есть в сознании Кришны, самое лучшее — это Сан-Киртона. Самое лучшее служение, которое вдохновляет. Ну, может быть, еще только почтение просада. Победит. А вот по степени вдохновения лучше Сан-Киртона ничего не бывает. Когда ты видишь, особенно когда человек с нуля, он совсем ничего не знает, и ты для него как вы являетесь сам вот этим проводником, таким, как бы инструментом Господа, который тебе просто подводит, кому надо. И ты получаешь такое изумление. И ты начинаешь рассказывать, почему же именно Кришна. И так приятно, когда человек очень слушает внимательно. И для него это как бы непростая информация, а очень значимая для него. Так что это просто поворот в жизни человека. Наконец-то Господь подвел к этому человеку того, кого надо. Будем так говорить. Или когда, ну, там, знаете, вот за исходой как-то пытаешься, жизнь меняется, и пытаешься различные методы применять, там. Или что-то такие, бизнесовые приемы, какие-то там объявления в газетах. Ну, уже пристраивайся как можешь. Потому что ты живешь. И вот когда тебе сонят, непонятно откуда, то есть какого-то инвульца. И вот и спрашивают, там, по поводу газет, книг. Тоже очень приятно. Я вас просто, ну, всех приглашаю. Принимайте участие в санкетании. Это самое-самое вдохновляющее. Это самое-самое вдохновляющее. Спасибо. Спасибо. Распространил. 57 много больших книг, 101 средних книг, 67 маленьких книг, что составило в 130,9 очках. Это Геннадий Исиченко. Геннадий награждается галатой и комплект обуви, для того, чтобы он мог продолжать нас поставлять книги. На самом деле, в Индии можно и без тапочек. Как вы, на тапочках, у нас даже без ботинок сложено. Поэтому, чтобы он мог это делать успешно и ходить на «Харинамы», подавили сделать только программы. Я знаю, это случайно. Так получилось, что Геннадий занял четвертый месяц. Обычно он планирует первым месяц занимать, но получилось, что в этом году он непривязанным к результату. Поэтому я знаю его сердце и знаю, что этот тренер всегда болеет за то, чтобы помочь людям. На самом деле, общаясь с Геннадий, я вдохновляюсь от него как раз вот этим настроением. Как он заботится о людях, как он переживает о них, как он пытается о каждом человеке позаботиться. Каждому человеку кому-то четкий дать, кому-то мешочек, кому-то диск, кому-то книгу. Каждому человеку что нужно? Кому-то просаду накормить. У нас как-то, я помню, глядя, при выходе просады, вечером остался. Геннадий пошел на Санкт-Петербург и прибегает Денис. Так, давайте просаду. А что случилось? Геннадий нашел, кого можно накормить просаду. Такое настроение очень замечательное. У меня всех этих качеств нет. Так, похоже, просто пожелание, чтобы я таким стал. Подумаю, что он пробовал. Это представляет меня. Хотел бы рассказать о Диджа-Джа-Янте, дни явления Богороди. Он был такой наиболее, наверное, ярким. И продолжу тему Расикараджа Прабула. Он называется «О благословениях». Привет, друзья. И сразу сделаю поправку, что когда он мне звонил, я не свои благословения, я попросил у предных, у Бадроварда на Прабуру, у Володя на конечных. И я говорю, предные, «Благословите, пожалуйста, Расикарада Прабула». Они говорят, да будет так. И у него ушли к ним. Потом второй раз он звонит, говорит, у меня еще две остальные. Я еще там двух предных попросил благословения, у Адвайты Чандры Прабула и у Александра Ивановича. И они тоже благословили. И у него ушли оставшиеся книги. Поэтому это были не мои благословения. Но всему этому предшествовала медитация на то, что Гитаджи Янти, дней 10, наверное, 15, я так сначала марафон настраивался, думаю, надо Гитаджи Янти придумать способ побольше подразумения. И эта медитация, она шла, шла, шла буквально до последнего вечера перед Гитаджи Янти. И мы переехали из Кременчуга в Кривой Рог и встретились с Адвайты Чандрой Прабула, лидером Приданой Хорды в Кривом Рогу. И приготовили просад, сели, почтили и сразу говорится, мысль пошла. И мы начали осуждать, что, как мы можем в марафоне можно больше благословения распространить. И такой вариант был, что, может быть, есть какие-то преданные, по которым можно пройти, сходить к ним в гости, пообщаться, где-то Гитаджи Янти и, может быть, к их знакомым. Ну, такой план появился. Говорит, да-да-да, у меня, говорит, даже есть список. Просто он достает. Хорошо, так. И мы начали обсуждать. Мы той идеи обсудили, потом я позвонил Ромару Прабула и вот и тема о благословениях. Я попросил благословения Ромару Прабула. Так и так, такая есть мысль. И он говорит, «Да будет так, делайте». Хорошая идея. И мы приступили. Получается, и было такое, мы приумраговы, не в Запорожье, думаю, интересно, кто же больше поговорит о том, где-то в этот день. И микрою была. Такая мысль. И мы пошли, с Адвайта Чандрой Прабула, пришли в гости к преданным в отравительный центр. Там очень хорошие муж с женой, преданные такие. И они очень открыто, очень дружелюбно, очень так, встретили нас хорошо. И мы говорим, сегодня же, а не только-то мы знаем икадыши. Ну да, икадыши, но сегодня еще другой день, еще какие-то джианки. А что, а что, это день явления богатки, да? А, точно. И мы говорим, ну, у нас есть с собой книги. Показать они? Показать. У нас так рюкзак был. Мы раз-раз на стол выкладываем, и они уходят. Раз-раз-раз комплектами. Подходит муж, подошел, набрала там стопочку, жена подошла, набрала, потом женщина, которая у них оздоравливалась, взяла стопочку. И мама пришла, взяла стопочку. И так к ней, раз-раз-раз-раз. И мы немного поговорили с матерой, которая хозяйка этого центра. Она говорит, вы знаете, мне так нравится участвовать в миссии про упады. Вот, всеми возможными, ну, сколько времени хватает. Стараемся это делать. И мне раньше очень часто про упады снится. Сейчас немножко реже. И она так это, видно, чувствуется очень глубокое. У меня такое было осознание. Она говорит, про упады, сейчас реже, про снится. Мне очень сильно это затронули. И потом мы уехали, от них, как раз время подошло поехать почти к просаду, на квартиру вернуться. И после этого мы вызванивали, вызванивали разных предантов. Получается, пришел еще Александр Иванович из такой, он тоже интересный, ваишнав, который пришел сразу 10 боговатки, взял и говорит, пойду друзьям разнесу. Такое было освоение, то распространяет и получает освобождение. И мы, он взял книги, я поехал и решил с каким-то маленьким подарочком заехать в этот здоровительный центр, в котором мы были за обед. Приехал, и так все не случайно, то есть все так удачно, удачно. Они первый раз, когда мы пришли, говорят, о, вы очень вовремя пришли, очень кстати, и набрали книги. Потом захожу, и первое, что было, такой вопрос, а боговатки, ты еще есть? Я говорю, есть. А есть одну, нам одна надо. Тут человек, который пришел, здоровься, мы его как раз готовили, и тут вы пришли. И вот боговатки, как раз нужны. Они еще это взяли. Эта боговатки-то ушла, после этого я поехал еще в одну фирму, там, где мой друг работает, там сетевая компания какая-то, я не обслуживал, только с тобой обслуживаю. Прихожу, он двух сотрудниц, раз, кабинет посадил, говорит, слушайте, вот, и вручили им по боговатки-те, ну, он их чуть-чуть уже до этого подгодел, сказал, что это так вот, я не сказал, не хотим. И полчаса культура непогласна времени, лекция была, так немножко, предисловили, что-то такое боговатки-то. Они взяли, поехал дальше. И, в общем, этот нон-стоп он был до вечера просто, до того, как просто пришел, упал и все, заснул. И, и в этот же день один преданный, замначальник МВД, в Кривом Рогу, он собрал, собрал собрание начальников районов и их замок, собрал и говорит, так, сегодня в этот день, особый день такой, тот, кто получает эту книгу или распространяет, получает освобождение. Но говорит, этого недостаточно, надо еще как минимум два стиха прочесть. И они, представляете, да, милиция вся села за круглым столом и открыли, шлоки изучают. Один, говорит, правда, упирался, но оставил ее в столе, но когда, говорит, жена его узнала, что за книгу он получил, она сказала, ну, неси, неси, посмотрю. И вот таким вот образом где-то деятель, и у нас тогда ушло 27 боговых гидов. Я думал, ну, мы, наверное, опередили группу Раварута Прабула, и когда мы созвонились, у них ушло 29. Там, наверное, Раварут Прабула уже расскажет, как это произошло. Спасибо большое. Пожалуйста, благословите и оставаться в этом служении всю жизнь. Пожалуйста, дайте прислать. Спасибо. И так, на третьем месте предный, который распространил. 93 мага Большие книги. 92 средних питания. Тем более, маленький. Сунука 173,8 очка Джианта Кринта. Игорь Негода 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 Игорь Негода